Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Приближается напряженный аппарат для выпускников школы и их родителей. 28 мая стартует основной этап проведения единого государственного экзамена. С каких предметов начнутся испытания, как лучше настроиться на них и вести себя в аудитории. Обо всем, что касается главного экзамена для школьников, поговорим сегодня с начальником отдела общего образования Краевого министерства образования и науки Ириной Дроздовой. Здравствуйте, Ирина Николаевна! Добрый день! Вот расскажите нам, на скольких площадках будет проходить экзамен, все ли они готовы к экзамену? Да, конечно, мы находимся уже в самом-самом преддверии проведения государственной итоговой аттестации. В этом году у нас будет задействовано 95 пунктов проведения экзамена. Все они располагаются на базе наших общеобразовательных организаций. Кроме того, 18 пунктов у нас создано на дому для больных детей и 3 пункта проведения экзамена на базе учреждений здравоохранения. Все они сегодня уже готовы к проведению экзамена. Ну вот больше 100 пунктов проведения экзамена, а как они оснащены? Оснащены всем необходимым. И металлоискателями, это обязательные условия при прохождении выпускника на экзамен. Это и системой видеонаблюдения. Видеонаблюдение, то есть во всех пунктах проведения экзаменов в каждой аудитории будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение. Кроме того, у нас будут на базе четырех наших институтов работать ситуационные центры, где будет осуществляться также онлайн-видеонаблюдение за ходом проведения экзамена. Что касается техники, поскольку мы печатаем контрольно-измерительные материалы в аудиториях, тоже принтеры, сканеры, картриджи, все необходимое, все уже есть. Ну все так достаточно серьезно. Вот давайте еще раз подчеркнем для ребят, что можно пронести на экзамен, что категорически недопустимо и за какие нарушения будет вообще строгое наказание. Необходимо на экзамен прийти обязательно с паспортом, с черной гелевой ручкой. Это в обязательном порядке. Кроме того, можно пронести воду с собой на экзамен и небольшой шоколад. Мы говорим, что вдруг ребенку захочется. На определенные предметы можно пронести линейку, непрограммированный калькулятор. Все, все остальное, телефоны, радио, видео, какую-то технику, еще что-то проносить нельзя. Шпаргалки тоже. Ну вот, а какие нарушения будут строго караться, чтобы ребята знали и ни в коем случае этого не совершали? А вы знаете, любое нарушение карается строго на экзамене. Если вдруг или участник, или организатор пронесет в пункт проведения экзамена, то, во-первых, участник будет удален с пункта проведения экзамена без права пересдачи экзаменов в текущем году. Если же, кроме того, административное правонарушение. Если организатор пронесет с собой телефон, то же самое. Будет административное правонарушение. То есть это штраф? Конечно. А вот с какого предмета стартует в этом году ЕГЭ и какие из предметов выбрало большинство алтайских ребят? Экзамен 28 мая начинается у нас с предметов география и информатика. Его будут сдавать более, ну, около двух тысяч по всему алтайскому краю. Но, тем не менее, все пункты экзаменов будут задействованы во время именно 28 мая. Что касается, какие предпочитают предметы для выбора? Математика профильная, общество знания, физика, химия, история. А есть ли какие-то принципиальные изменения в содержании ЕГЭ? Может быть, какое-то новое задание? Вы знаете, принципиальных изменений в ЕГЭ нет. Система угадайки исключена уже в прошлом году буквально из всех контрольно-измерительных материалов. Есть незначительные изменения в контрольно-измерительных материалах по химии, по физике и по русскому языку. Но эти изменения касаются изучения предмета на базовом уровне, кроме химии. По химии включена задача повышенной сложности. То есть все достаточно решаемо, несложно. Да, но дело в том, что на сайте Федерального института педагогических измерений существует открытый банк заданий, где ребята могут ознакомиться, ну и вдруг что-то попадет. То есть попробовать, испытать себя. Ну и давайте в завершении программы спрогнозируем, что ли, на ваш взгляд, каким будет общий результат по ЕГЭ в этом году, может быть, выше, ниже, чем в прошлое. И что вы посоветуете ребятам, чтобы им правильно настроиться на этот экзамен, пойти наиболее уверенными? Что касается прогнозирования результатов, то, конечно, любой надеется на хорошее. Точно так же и мы надеемся на улучшение результатов, понятно, относительно себя, относительно края. Что порекомендовать ребятам и их родителям? Прежде всего, определить четкий режим дня. Я не хочу сказать, что выпускники или их родители должны контролировать, чтобы они и день, и ночь зубрили. Нет, ни в коем случае. Чтобы, идя на экзамен, ребенок в обязательном порядке выспался, покушал, потому что, как правило, бывает плохо тем детям, которые утром не успели даже чай попить. И потом, понятно, и тревога, и нахождение, и это желудок работает, да, им становится плохо. Поэтому оптимальный режим, комфортная психологическая обстановка прежде всего в семье. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok